В этом видео я хочу показать вам бесплатный плагин Яндекс.Деньги, кнопка для сайта Wordpress, которую можно использовать для физических лиц, принимая платежи с вашего сайта, внедряя плагин через Gutenberg или использовать виджет, а также данный плагин работает с интернет-магазином WooCommerce. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт, а я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Давайте посмотрим настройки данного плагина. В админке сайта переходим в плагины «Добавить новый». В поле поиска плагинов прямо по-русски можете написать кнопка «Яндекс.Деньги». Вот это плагин. Нажимаем «Установить» и «Активировать». Видим вот такое окно. Нажимаем «Позже». Кстати, нужно отметить, что данный плагин работает по защищенному протоколу HTTPS. Убедитесь, что у вашего сайта включен SSL-сертификат. Переходим на наш «Яндекс.Кошелек». У вас он должен быть созданный. Я копирую номер своего кошелька. Номер кошелька проставляем здесь. Сумму, которая будет по умолчанию 500 рублей, например. А тут по умолчанию, например, «Купить». Сохранить. Также плагин имеет Pro-версию. Здесь вы можете видеть нашу кнопку. Здесь есть форм поддержки и сделать апгрейд. Здесь нам показано, что доступно в бесплатной версии. То, что мы сейчас установили. И за 10 долларов, грубо говоря. Какие возможности будут дополнительные. Теперь, как пользоваться. Например, я хочу вставить где-нибудь. Вот у меня есть товары. Вот здесь кнопку «Купить товар». Здесь я использую Elementor. Перехожу в страницы. Перехожу. Главное – редактировать в Elementor. Раскрываем здесь вкладку «Вордпресс». И находим кнопку «Яндекс.Деньги». И в любое место на сайте Elementor переносим. Кнопка появляется. Здесь видим настройки наш номер кошелька. Назначение платежа. Сумму можете здесь отрегулировать у данной кнопки. И здесь способ оплаты. То есть оплатить может с Яндекс.Денег. Как вы хотите, чтобы человека перенаправил. Хотите, чтобы на банковскую карту перенаправляло для оплаты. Вашего продукта с сайта. То выбираем здесь с банковской карты. Можно еще выбрать с баланса мобильного телефона. Тут на ваше усмотрение. И здесь вот текст на кнопке. Я напишу «Купить курс». В моем случае продажа инфопродукта. И пускай будет перевод с банковской карты. Нажимаем здесь «Готово». И нажимаем еще вот здесь «Обновить». Идем на сайт. Обновляем страницу. Проверяем. Видим кнопку «Купить курс». По клику, по кнопке в новой вкладке браузера открывается на оплату 500 рублей. Купить. Ну вот этот текст «Купить» очень хорошо было бы заменить там название, например, продукта. Вот здесь вы можете написать, например, название курса. Вот я продаю цифровой курс. Лендинг Пейдж на лету 2.0. То есть мне будет вот здесь вот правильно написать это название. Оно будет отображаться в платеже здесь. Человек видит сумму, вводит данные карты и оплачивает. Все вроде бы прозрачно. Нужны более продвинутые опции, да? То вы вот здесь читаете, что вы можете получать с Pro-версии данного плагина. То есть вам придется вручную потом оформлять этот заказ, отправлять человеку, так как это не интернет-магазин, да? Это простая кнопка «Купить». Давайте теперь рассмотрим Gutenberg. Переходим в записи, добавить новый. Открывается создание записи. Нажимаем плюсик. Видим плитку. Кнопка «Яндекс.Деньги». Она у нас появляется. Название на кнопке. Все меняется. Вы это видите. Вправо номер кошелька вашего, куда будут приходить деньги. Здесь назначение, да? Название продукта. Сумма. Способ оплаты. Все то же самое. Либо человек перенаправит на кошелек, либо на банковскую карту, либо с мобильного телефона, с баланса. Субтитры сделал DimaTorzok